Привет, привет! Сегодня хотел бы рассказать, как я выбирал для себя мультитул. Понятно, что это не руководство в действии, а все на все мои рассуждения, как я выбрал инструмент, исходя из тех предпочтений, тех задач, которые планировал решать. Ну, начну с того, что у меня очень давно появился вот такой Vectorinox или Vectorinix. Не знаю, что это за модель, но ему уже, не соврать бы, лет 15, наверное, может быть, чуть поменьше. Хочу сказать, что он со мной побывал много где, был в походах. Самое интересное, я возил его много раз в ручной кладе в самолете в Невы. Никто не отбирал и даже не обращал внимания, что он присутствует. Вот, коллега и товарищ летал с Vectorinox чуть больше размером. Вот, у него отобрали этот нож один раз, но, что самое интересное, его прямо в полете перед посадкой подошел мужчина и вернул в штатском. Вот, скажу, что вот этот ножик мне служил верой и правдой очень долго, я надеюсь, что еще послужит, но я давно уже не пользуюсь на самом деле. Что мне непонятно было в этом ножи изначально, это вот эта пила. Я ей вообще не понимаю, для чего она нужна. Кому-то она, возможно, и нужна, я, наверное, чем-то руководствуется, когда ее добавлять в пирочинный ножик. Но вот реально за все это время я ей пилил от силы два раза, и то на пробу, посмотреть, как пилит эта пилка. Но открывалкой, открывал консервные банки, вскрывал пивные банки и так далее. Ну, ножиком понятно, для чего пользуются. И такие вещи, как зубочистка, бывало, что что-нибудь где-нибудь застрянет после еды в походе, то как бы не можешь успокоиться, пока это не вытащишь. Вот, и плюс пинцет тоже был необходим несколько раз для удаления за нос. В общем, достаточно долго у меня был вот этот Викторинокс. Но потом я перешел на вот такую вот лагуду. Купил хозяйство на магазине. Причем тоже ей много лет уже. Первую, на самом деле, увидел ту, у своего, наверное, тогда первого начальника. У него был Лазерман. У него была цена такая, как у меня, наверное, была зарплата меньше в то время. Ну, я себе приобрел вот такой вот, не знаю, как это назвать. Ну, в принципе, да, это инструмент, которым я достаточно активно пользовался. Вот, и который решал разные задачи. Ну, сейчас он лежит в машине в качестве, ну, такого, может быть, внезапно понадобившего инструмента, которым придется чуть-чуть открутить, подрезать там или подточить там в пути. Ну, тоже ни разу не пригодился в машине конкретно. Я его случайно нашел в дальнем углу бардачка и вот решил про него тоже рассказать. Вот, дальше у меня появилось уже чуть более веселое устройство. Вот, подарил мне его мой хороший друг. Он работает вот в этой компании. Вот, надеюсь, не будет воспринято как реклама. Вместе вот с такой вот штукой. Это фонарик и тут вот такая вот удвижная ерунда для отогревания замков. Вот такие вот, то ли к Новому году, то ли 23 февраля мужские наборы данная компания раздавала своим сотрудникам. Ну, мне вот он достался тоже в качестве презента. Вот, соответственно, тоже им пользовался. Да, к нему еще плюс идет набор бит. Такой вот переходник интересный. Ну, в общем, тоже у меня лежал на работе. Иногда периодически там что-то им подкручивал и так далее. Самое интересное, что вот с этим тулом, до того, как я его переложил в стол, я с ним несколько раз летал в командировку в Казахстан. И лежал у меня в портфеле в ручной кладе. Летал, причем, два раза с ним. И вот ни в Домодедово, ни в компании Яростана, никто мне его, не знаю, чем они там проверяют и как делают. Но я даже не знал, что он у меня лежит в углу портфеля. Там просто как бы носишь и носишь вещи. Не обращаешь внимания на то, что он у тебя лежит. И только вот, когда я собирался в командировку в третий раз и перекладывал вещи из одного портфеля в другой, я обнаружил, что у меня там лежит вот этот вот тул. И он мне после этого перекочевал в письменный стол. Вот, соответственно, вот такая вот история. Дальше, ну, там появилась дача. И на даче встала следующая проблема. То, что постоянно надо что-то где-то подкрутить, подрезать. Причем нужна то крестовая отвертка, то плоская отвертка. Вот, и вечно ее с собой нет. Поэтому у меня в доме, в чемоданчике небольшом лежит отвертка ножек и крестовая отвертка. На улице в садовом домике, там посередине двора. Тоже такой же комплект, и старый там нож лежит. Вот, ну и плюс там в сарае, в чемодане весь необходимый инструмент. Вот, и я начал подумать о том, чтобы мне такого вот, чтобы у меня всегда в кармане лежало, и можно было подкрутить, отрезать. Ну, вот как раз основная задача, что-то отрезать и открутить. Вот, изначально, ну, промежуточный вариант, это, ну, до него, в принципе, так и не дорос, или не дожил, чтобы его использовать, отдал его сыну. Вот, ну, тут, соответственно, вот, отвертка, открывалка какая-то, крестовой отвертки нет. Ну, и как ножек, ну, в общем, ну, тоже не очень скажу, что... В общем, ну, так как просто купил как ножек, он мне нравился просто вот внешне. Думал, что как буду использовать ее как тул с собой буду таскать на даче, но так как бы не совсем удачный вариант, но, в общем, ножек остался ножиком. Вот, и начал я активно размышлять, чтобы мне приобрести и стулов, исходя из того, что мне надо там отрезать, что-то открутить разными отвертками. Ну, и, соответственно, в первую очередь, буду показывать картинки, взгляд мой упал на Викторинокс Трэйлмастер. Вот, соответственно, он тут открывается одной рукой. Ну, можно увидеть, да, что тут, в принципе, ведь это пила непонятная, но зато есть крестовая отвертка и плоская. Вот, думал-думал, сначала был такой вариант, и рассматривал еще вот Лазерман Кретер. Соответственно, у него тоже есть и крестовая, и плоская отвертки. Вот, потом подумал-подумал, решил, вообще-бы все-таки, ну, может быть, и пассатижи пригодятся. Начал, ну, иногда бывает там что-нибудь там откусить, подрезать и так далее. Начал рассматривать уже такие вот экземпляры. Вот этот почти купил, потом увидел бак, экстракт LED со шонариком. Вот этот хотел просто брать, думаю, вот, вот она, думал, наконец-то, вот она, рыба моей мечты. Пассатижи, ножик, отвертка, причем, что самое интересное, я рассматривал устройство, где можно одной рукой это сделать. Ну, как бы, на лестнице, там, по лестнице полез, там, не знаю, куда-нибудь потянулся, вот одна рука занята, вторая свобода, ну, что-то надо быстро сделать. Тут и отвертка выдвигается, крестовая в одну сторону, потом в другую сторону. Фонарик есть, если ночью куда-то сходить. В общем, интересная, на мой взгляд, конструкция. Ну, потом я посмотрел ее в роликах живьем, почитал отзывы, узнал, что есть подделки, что первая вещь, что ломается, это фонарь. Вот, но самое главное, вот, возвращаясь к первому тулу, вот, если посмотреть вот на вот эту отвертку, она здесь крестовая, она убита полностью. Конечно, понятно, что здесь, наверное, плохой материал и так далее, но я подумал, что вот все вот эти вот устройства, которые я рассматривал, они имеют вот эти вот инструменты, но я не знаю, насколько они, их можно менять или нет, но тем не менее, если эта отвертка вылетит, то все еще можно считать, что то, из-за чего берется тул, приходит, скажем так, в негодность, использовать это уже нельзя. Да, вот, соответственно, если не нужна крестовая отвертка, то на этом вот, с помощью вот этого вот инструмента уже, изрядно попользованного сделать уже ничего нельзя, придется все равно идти из-за отвертки. Вот, ну и, в общем, в результате я пришел вот к этому скелету, который давно уже представлен на рынке. Здесь есть все, что нужно. Однорукое открытие ножика с замком, соответственно, пассатижи с кусачками, достаточно удобное, но это, наверное, кто работал, уже все знают об этом. Соответственно, вот бит за сменный, два бита, да, один с отверткой Philips, второй с плоской отверткой, вот здесь, которая вот таким образом закреплена. И что еще, на самом деле, ну это уже в процессе эксплуатации, тут я, наверное, показать так не смогу. Вот так вот, отвертка не открывается у нас, одна рука, но когда тул висит в кармане джинс на этой клипсе, соответственно, можно потянуть за, ну, не видно, наверное, ну, поверьте на слово, что вытягивает джинс за вот эту сторону, вот так можно выкинуть отвертку и дальше потом снять уже с клипса и сразу одной рукой уже начать работать. Так что, в принципе, вот, достаточно оказалось удобно с точки зрения использования. Ну, посмотрим уже в такой более активной эксплуатации, пока еще таком, я недавно им пользуюсь. Сразу какие недостатки тут у меня всплыли, ну, это так условно, конечно, недостатки можно назвать. Ну, тут есть открывалка, да, наверное, открывалка бутылок. Ну, если мы открываем что-то попить, наверное, и подразумевается, что мы ножиком можем порезать, чтобы что-то поесть. Так вот, вот эти вот отверстия, которые некоторые используют, там, ну, стягивают оплетку с проводов и так далее, вот, порезав даже хлеб, они, вот это все забивается. Ну, вообще, все эти дырки, конечно, которые, ну, является фишкой этого скелетула и, наверное, является частью, вот, пошли, из-за них он так и назван. Вот, на самом деле, они будут сборником всякой грязи и мусора. Ну, понятно, с другой стороны, эти дырки можно продуть, протереть и так далее. Ну, в общем, кто будет рассматривать такое устройство, надо иметь в виду, что вот, если будете резать продукты, то это будет явно забиваться и так далее. Ну, и непонятная вещь, конечно, у меня вот это карабин. Тут, не знаю, напрашиваются, ну, что-то еще такое полезное. Кроме того, что открывать бутылки, например, вешать, удобно там, не знаю, куда-то там, не знаю, прицеплять джинсом, опять же, там, или комбинезованно, там, не знаю, кто в чем ходит и работает. Соответственно, вот, хочется здесь, наверное, иметь что-то еще более полезное, чем просто вот это пустое пространство. Ну, в принципе, ничего не имею против, как бы вот такое устройство, да. Ну, и плюс ко всему, наверное, ну, это тоже поправимое, на самом деле. Вот эти вот биты, вот здесь он, я предпочел бы, конечно, два бита, у которого, ну, один большой, у которого крестовая отвертка и плоская, и один, который поменьше, тоже крестовая, плоская отвертка. Просто это будет, мне кажется, ну, для меня бы это было бы удобнее. Вот, в общем, такой тул, обзор тулов. Каждый, в принципе, наверное, может точно так же подумать, какие задачи необходимо решать с помощью тулы и, соответственно, себе что-то приобрести, да. Ну, с другой стороны, у нас там, ну, наверное, многие могут сказать, вот есть там, ну, это признан в разных опросах там и так далее, Leatherman Charge, то, что это там супер, супертул, который на все случаи жизни, да, наверное, согласен, но он здоровый, тяжелый, ну, наверное, не знаю, если бы я был захозан туда, я бы, наверное, не отказался бы иметь в арсенале такой инструмент, но, с другой стороны, так, таскать такую здоровую бандуру, чтобы там на даче что-то быстро там, что-то раз там отрезать, там, что-то где-то подкрутить. Вот, понятно, что для того, чтобы работать, надо использовать полноценный инструмент, у него там такой, скажем, быстрый заменитель. Вот, в общем, такое опять получилось длинное видео, опять же, тоже для истории, на память его записываю. Немного рекламы, мой блог, http.tahanov.com. Здесь веду я текстовые повествования, которые дополняют эти видео и наоборот. Ну, всем привет!